Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела с вами обсудить вопрос осенней посадки тюльпанов. Это прекрасное растение, которое всегда нас радует весною. И сейчас самое время заняться посадкой тюльпанов. У меня в саду назрел момент некой реконструкции. И поэтому я решила заменить часть своих участков, на которых у меня выращивались раньше многолетники, на посадки смешанные из тюльпанов и летников. В связи с этим я выбрала несколько сортов тюльпанов, которые, как мне показалось, лучше всего подойдут для моего сада. Это тюльпаны из группы Триумф. Это одна из наиболее современных гибридных групп тюльпанов. Специально она выводилась для того, чтобы обеспечить стойкость в саду, в садовых условиях, и прекрасную выгонку. То есть такие тюльпаны вы можете использовать как для выгонки, для получения срезочной продукции, так и для озеленения в саду. Они отличаются крепким цветоносом, хорошим неполегающим стеблем, и, как правило, большинство тюльпанов группы Триумф являются среднего и позднего срока цветения. Я выбирала позднего срока цветения, поскольку мне важно, чтобы мой сад был красив именно в мае, поскольку у меня в это время в саду происходит очень много различных событий, встреч и мероприятий. И мне хочется, чтобы мой сад выглядел прекрасно именно в это время. Поскольку главным центром композиции того места, где будут высажены тюльпаны, у меня является древовидный пион с сиреневыми цветами, я подбирала такие сорта тюльпанов, которые будут иметь цветы, которые не будут диссонировать с сиреневыми крупными цветами древовидного пиона, который вот именно в это время и цветет, когда цветут тюльпаны группы Триумф. Мой выбор в этот раз пал на тюльпаны Beauty Trend. Этот тюльпан отличается очень красивыми бокаловидными цветами такого необычного цвета. У него центральная часть лепестка белая, и по краю идет такая штриховка, кайма, не знаю даже, как это правильно описать, изящного такого сиреневато-розового цвета. Я думаю, что это будет прекрасным дополнением. Затем тюльпан Амидея, он отличается плотными, очень хорошо держащими форму бокалами, которые не очень сильно распускаются. Это вот особенность этого сорта. Сиренево-лилового цвета. Цвет очень хорошо сочетается в том числе и с сиренью. То есть вы можете посадить где-то рядом с кустами раннецветущей сирени, это тоже будет красивое сочетание. И еще один сорт, который разбавит вот эту всю сиреневость и розовость, это тюльпан Грин Спирит. Этот тюльпан моя дань любви к зеленым цветам. Я очень люблю цветы с необычной окраской. И вот этот сорт тюльпана, он в полной мере отвечает вот этому моему запросу. Этот тюльпан имеет красивую зеленую спинку лепестка. И пока цветок полностью не отцвел, у него очень четко сохраняется вот эта зеленая спинка. Зелень и белая, это всегда выигрышное сочетание в саду. И он хорошо сочетается с любой зеленью, которая имеется на вашем участке. Ну, про сорта я немножко рассказала. А теперь я расскажу, как же все-таки правильно подготовить луковицы тюльпанов к посадке. Как правильно сделать, чтобы эти сорта, которые заявлены как тюльпаны, не требующие выкопки, действительно росли в вашем саду долго и радовали вас цветением. Ну, прежде всего, следует выбрать место, на котором у вас не было отмечено такого опасного заболевания, которое очень сильно вредит тюльпанам. Это фузариоз. Это одно из наиболее вредоносных заболеваний, которое поражает очень много растений. И в первую очередь оно вредит растениям, у которых есть подземные органы луковицы, клубнелуковицы. Это болезнь характерная для гладиолусов, для георгинов. В том числе, она вредит лилиям и тюльпанам. Поэтому постарайтесь для своей посадки выбрать то место, где эти культуры не росли. Также нежелательно высаживать тюльпаны в тех местах, где у вас росла картошка, если вы вдруг решили занять под цветники часть огорода, либо те места, где у вас росли однолетние астры, калистефусы. Они также очень сильно страдают от фузариоза и очень часто являются переносчиком этого заболевания. Если вы все-таки сомневаетесь в том, что почва вашего участка свободна от этого заболевания, а она, в принципе, никогда не бывает от него свободна, поэтому я рекомендую использовать вот такой препарат Максим. Он бывает просто Максим, бывает Максим Дачник. Мне достался пакетик с Максимом Дачником. Он именно предназначен для защиты растений, прежде всего от грибных заболеваний и, в главную очередь, это защита луковиц от фузариоза. Также он хорошо действует против серой гнили ботритиса, которая также очень часто повреждает луковицы тюльпанов. Для обработки нам потребуется емкость объемом не менее литра, поскольку содержимое ампулы в 2 мл разводится на литр воды и литр чистой воды. Температура ее не так важна. Важно, чтобы эта вода была чистая, желательно не кальцинированная, то есть не жесткая, поскольку вообще препарат Максим очень часто вступает в реакцию и очень быстро сворачивается хлопьями, если вода у вас жесткая. Обработка луковиц производится погружением их в рабочий раствор на 30 минут. Удобно это делать вот в этих сеточках, которые приходят к нам растения. То есть мы опускаем вот так их в емкость, и они находятся у нас полчаса в растворе. После обработки луковицы вынимаются, обсушиваются около 10 минут, чтобы просто препарат не был бессмысленно расходован на ваши руки, тем более, что это не самое полезное занятие наносить на руки химические препараты. И высаживаются наши луковицы на подготовленное место, там, где почва у вас уже вскопана хорошо, осела хотя бы пару дней, чтобы не было потом проседания сильного. И высаживаются они, как и большинство луковичных культур, на глубину трех луковиц, на высоту трех луковиц, то есть над вашей луковицей должно быть расстояние еще до верха, как две высоты луковицы. То есть вот если ваша луковица составляет высоту, допустим, 3 сантиметра, то донышко должно ее находиться на глубине 9 сантиметров, 9-10 сантиметров. Это стандартная посадка. После посадки, если вы производите ее в критические сроки, когда уже заканчивается сезон посадочный, как правило, в условиях Беларуси и похожих климатических областях, это период конца октября. Это период, когда заканчивается посадка чеснока. В принципе, в это время уже тюльпаны высаживаются немножко на страх и риск. То есть ожидать от поздней посадки хорошего цветения не всегда хорошо, но иногда получается, что мы высаживаем. И даже позже у меня были случаи, когда я высаживала луковицы тюльпанов в декабре месяце при отсутствии снега, но почва была подготовлена заранее. Если вы высаживаете растение поздно, рекомендую укрыть почву слоем листа, соломой, либо другим утепляющим материалом, чтобы почва не промерзала хотя бы на протяжении месяца, если в вашей местности в это время отсутствует снег и наступают ночные заморозки, тем более если дневные температуры опускаются ниже нуля. В этом случае ваши луковицы хорошо укоренятся, и весною ваш сад ждет прекрасное цветение тюльпана. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok